В молдавском селе Пелиней произошел случай, который заставил многих людей в всей округе говорить о нем, как о чуде Господне. Готовясь к зиме, одна из семей расколола кусок дерева, обнаружила внутри изображение креста. Сегодня он находится в Покровском сельском храме, а настоятель прихода говорит, что был изумлен увиденным и считает, что вся наша жизнь — это уже чудо, и за нее мы должны благодарить Господа. Подробнее наш коллега Юлиан Прока. Спасибо. Сначала работа шла быстро, дружба хорошо распиливала бревна, но в один момент пила застряла в дереве. Мужчины никакими усилиями не могли прорезать лишний сантиметр, как будто кто-то, обладающий невероятной силой, удерживал пилу. Удивленные и непонимающие мужчины позвали на помощь соседей. И те тоже никогда раньше не видели, чтобы обычное дерево не поддавалось мощной электрической пиле. После нескольких попыток распилить дерево, они даже начали подшучивать друг над другом, говоря, что мало ели и нет сил. При помощи клина работники все-таки смогли разломать дерево, которое раскололось на удивление легко. Внутри, рядом с местом, где дерево пилили, изумленные сельчане увидели изображение креста. Они мне позвонили и сказали, «Батюшка, приезжайте». Я не поехал в тот день и даже не придал этому звонку значения. Спустя несколько дней я случайно проходил мимо ворот той семьи. Они меня увидели, позвали во двор и показали дерево. Я был изумлен тем, что увидел. Эту часть дерева я взял в церковь, показал крест другим священникам. Все согласились, что это чудо. Я думаю, что самое большое чудо – это то, что Бог защитил святой крест и не дал знаку креста быть распиленным. Тем самым убеждаю людей, что слова, написанные в Святом Писании – истина. И небо, и земля, и луна, и звезды – все, что нас окружает, все славит Господа. Вскоре говорить о чуде стали все люди в округе. В селе Пеленей проживает и один из самых старых людей села и даже всей Молдовы – Василий Марарум. Ему 106 лет. На своем веку он много чего повидал, а такого чуда, говорит, никогда не видел. Я много чего повидал за свою жизнь, многое уже забыл. Но ясно помню первую церковь нашего села. Она была деревянной, и крестили меня именно там. Помню, как построили ту, что действует сейчас. Мне тогда было 6 лет. Потом наступили для церквей не лучшие времена. Повсюду закрывали святые обители. Но Бог уберег церковь нашего села. Я сейчас не могу ходить в церковь, ноги не очень слушаются. Но мне посчастливилось увидеть крест, который хранится в церкви. С уверенностью могу сказать, что такое чудо я увидел впервые. Думаю, Бог словно говорит нам, мы должны больше верить в Него. Осознавая, что его долгая жизнь — это тоже чудо Господне, Василий Марару молит Бога подарить Ему крепкость ног, чтобы ещё раз сходить в церковь и поклониться Христу. Жители села Пеленей понимают, что перед ними истинное чудо. И Господь Бог есть во всём, что окружает нас. Однако, говорит отец Сергей, мы не очень умеем ценить чудеса Господни. Трагедия нашего сегодняшнего общества состоит в том, что мы привыкли к чудесам и считаем, что кто-то должен их для нас делать всегда. Даже я не сначала придал значение весть о нахождении Христа. Но если мы встаём с утра и видим, что солнце взошло, мы не все благодарим Господа. Также не благодарим за дождь, за ветер, но ведь это чудеса. Наша жизнь — это уже чудо, и за неё мы должны благодарить Господа. Привыкая к этим чудесам, мы доходим до того, что не придаём им значения. Не надо забывать, что Бог и по сей день творит чудеса всем тем, кто верует, славит и поклоняется Триединному Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok